Всем привет, меня зовут Алексей Куженков, и мы с вами наблюдаем за чемпионатом мира по игре GO. 5 июня, второй тур, давайте посмотрим на результаты. Почти все верхней части таблицы выиграли, проще сказать, кто проиграл. Ким проиграл моему двойнику Найсану, Рикки проиграл первой ракетке нашей таблицы, и это было жестко. Но главное, вторая победа России, слава, вперед! Противостояние России и Италии мы сейчас быстренько и посмотрим. Начало партии, все достаточно понятно. Пожалуй, первые сомнения о судьбе Белого у меня появились здесь. Вместо активного огибающего хода Белый упрыгал вниз и Кентобе. Сомнения мои закрепились, когда на угрозу разрезания Белый выбрал неуклюжую защиту. Ну как, она вполне понятная, простая, защищает сразу две точки разрезания, двойная пасть тигра. Но этот ход неуклюжий, поскольку оставляет в ближайшем будущем, хоть и сейчас, Черным провести приятный для него обмен, что дальше даст ему возможность, например, бороться здесь, получать новую территорию. Гораздо интереснее для Белого было бы защититься в точку А или даже в точку Б. Так у Белых возникает гораздо более интересная территория, и эту же самую территорию не отдают Черным. Таких особенных проблем не видно. Белый может разочек протянуться и получить ту самую свою пасть тигра, защищенную. Но теперь игра Черных в этом районе уже неинтересна. Нет каких-нибудь замечательных очков. Примерно по той же схеме можно было бы и в точку Б рассмотреть. Здесь побольше слабостей, но техника защиты оставляет Черных с еще более дурацкой шляпой. Очевидно, что так Черный играть не будет. Мы просто иллюстрируем защитные действия Белых. Белый играет прочно, старается ничего не форсировать. И это в партии еще несколько раз проявится, будет решающим фактором. Однако и Черному сейчас можно было бы защититься вместо такого вот несколько небрежного выпрыгивания двойной кеймой. Борьба продолжается. Пропустим несколько ходов. И обратим внимание на вот этот вот пустой треугольник. Обычно в таких ситуациях рекомендуется рассматривать прыжки. Но очевидно, что прыжок здесь не работает. Прямой захват. Изящнее выглядит прыжок здесь. Однако, надо тут же проверить, какие действия будут приприняты на контрприем. Антибамба. Этакий бамбук а-ля лестница в центр. И антилестница, антибамбук, удар Черных. Коварство Черных заключается в том, что он может нарастить дыхание. И легко поймать запаздывающую лестницу. Впрочем, и белый может слегка показать свои острые зубки, отнять дыхание, для того, чтобы в похожем варианте дыхание теперь уже не хватило бы Черному, благодаря вот этому камню. Но хитрость Черного двойная. У него есть изящный спуск на первую линию, который угрожает захватом белых камней бросом в точку А. То есть, если белый сейчас куда-нибудь бежит, например, здесь, то белый попадается в несложную ловушку. То есть, белым придется защищаться в точку А, либо, например, захватывает два камня. И белого поймали. Бежать из этой сетки уже белый не успевает. К чему это я? Что в основном вот такой вот прыжок лучше. И когда возникает захват, то действительно меняют такой вот прыжок на выход пустым треугольником. То есть, против лома нет приема глупой формой, гудзуми, но делаются полезные вещи. Однако, даже здесь все-таки белым имело смысл идти на этот вариант. Просто с идеей продать эту двушку, ну, например, что-нибудь такое, для того, чтобы потом думать о увеличении зоны справа. Тогда камни, которые только что получил белый, были бы просто вспомогательными. Помогали бороться с будущими черными вторженцами. Белый потянул разрезающие камни пустым треугольником. В общем-то, надо дать должное упрямству итальянца. Но в итоге все-таки это была довольно грубая ошибка. Белая группа была слабой. И в последней третьей партии ее захватили. У белых взамен почти ничего нет. Вот единственный внятный угол. Ну и кусочки камней наверху. Кстати, вот в конце и всплыл тот обмен, про который мы говорили в самом начале партии. Несколько попыток повоевать. Принуждение к миру. И все в порядке. Вот здесь партия была завершена. Давайте посмотрим партию Рики Джао из США против Найсана, моего дубля. Ох, опасный этот товарищ из Гонконга. Посмотрим, как играют эти звери. Пара моментов. Таржа Нью Сан Сан, популярная Нильдзасека. Белый тянет разрезающие камни. В партии черный предложил бежать этой группе наружу. И если вы узнаете, тоже тот же самый выбор стоит белого, как и в предыдущей партии. Бежать пустым треугольником. Либо делать прыжок. Правильно. И здесь, и там был прыжок. А вот за черных, скорее всего, это была ошибка. Когда черный ставит такой вот камень, он развивает позицию целиком. И обычно рассчитан на то, чтобы относиться спокойно вот к этой вот трешке. То есть быть готовым ее отдать. Поэтому, скорее всего, черным здесь было логичнее заставить белых добрать три камня. С обменом или без обмена. И перейти к атаке основной группы слева. И сейчас самое время пойти к ней навстречу. Ну, например, так. Конечно, останутся какие-то проблемы в центре. Белый сможет здесь начать свою какую-то контр-игру. Но стенка белых слева это солидный куш. Здесь же черный вынудил себя к довольно мелкой игре. В борьбе за разрезающие камни. Защита, хороший контур, вставка за белых. Контур кикаси. И, как и в предыдущей партии, черному надо было играть анти-бамба-то судзи. Вместо прыжка. Да, это приводило к неясному результату. Похоже, белых здесь поймать нельзя. Но это безусловное давление. Которое, в общем, должно белого как-то здесь раздражать. Ну, в таком вот варианте мы даже его и поймаем. Так играть нельзя. Придется меняться. То есть потенциально черный может поймать группу в центре. В партии черный выпрыгнул. Белый поставил бамбу. И вот теперь черный сыграл анти-бамбу-то судзи. Хотя логичнее как раз было забыть про все эти глупости. Найти две слабые группы. И разделять их. Так черный объявляет ультимативный выход на ринг. И начинается борьба слабыми группами. Все бегут. Все в разные стороны. Что будет непонятно. Но это выглядит логично. Здесь черный все-таки помог белому добраться до своих. Ну и, пожалуй, последний пример из этой партии. Внимание к разрезающим камням. И в той и в этой партии было серьезным. Вот и здесь черный нашел то судзи, которое захватывает камни в центре. Разрезающие. Белый ответил. И теперь черный вклинивается. То есть, если белый продолжает упорствовать, то попадается в защелку. Либо так, либо так. Гнездо журавля схрумкали. Красиво, эффектно, но неэффективно. Дело в том, что имело смысл атаковать эту группу целиком. Организовывая выход на сторону и в попытке разделения белого дальше, оставление без базы, увеличение территории черных. Атака целиком была бы гораздо интереснее. То есть, красота приема послужила ловушкой для черного. Однако, черный продолжил битву. Партия была очень сложной, заковыристой. В итоге партия закончилась полочком, перевесом Найсана. Опасные ребята, однозначно. Ну и лидеры нашей программы Ма Тиан Фанг против Рики Жао. Одна из немногих, кажется, партий, где был захват в первые 50 ходов. Знакомая Зосека. Адзи, которая черный здесь жестко так начинает выглядывать. Защита белых. И смелый, жесткий контрудар, разделяющий черных. Вот это вот Змейка. Крестик. Пока что с непонятным статусом. Черный наваливается, блокирует очень удачно и своевременно. Ставка. По сути дела, черному достаточно сделать здесь спуск. Либо Хана. Оба этих варианта отрезают белую группу от основных сил. И белый продолжает атаковать группу слева. Атака жесткая, мощная. Такой авианосец. Зажали там белую и черную лодочку. Но следующим ходом черный фактически убивает группу. Давайте на нее посмотрим внимательнее. У белого есть хорошая защита. Ну как хорошая. Интересная. Которая предполагает дальнейшую куборьбу. То есть камень, который поставил черный на отрезание, он имеет вот эту вот слабость. Спуск черного напрямую, конечно бы, спрашивал бы белых про жизнь. И белый, скорее всего, бы здесь вот таким вот ходом выжил. Но в партии белый увлекся атакой слева. И, в общем-то, на сорок четвертом ходу отдал группу наверху. Конечно, там остались адзе. Но группа очень неприятно. Так сразу же дала преимущество черным. Борьба продолжалась. И вот эти вот свои щитоводные характеристики черный показал еще и на левой стороне, плотно там укрепившись и разделив белых на две части. С ненароком белый обнаружил отрезанный угол. У белых какие-то кусочки группы заблудились внизу. Плавает группа справа, наверху, с плохим соединением в центре. У черного все в порядке. Можно понять расстроенное чувство белого. Наблюдая за партиями европейцев, могу сказать, что там все так или иначе понятно. Находки, потери, успехи, неудачи. Что касается партии азиатов, это, конечно, уже суровые ребята. Не хочется встретиться с ними в темном переулке за Габаном. Ждем третьего тура. Россия вперед! Всем хорошего настроения. До новых встреч!